Как? Нормально. 130 на 80. Давление и сатурация в норме, температура не повышена, антител нет. Значит, можно прививаться от коронавируса. Лидии Семеновне Юденковой уже 90, но несмотря на свой почтенный возраст, она решила защитить себя и свою семью от COVID-19. Все анализы, обследование, ЭКГ, плюрографию, все анализы у нее в порядке. Мы как бы сами сначала очень сомневались по поводу того, стоит ли ее вакцинировать. Но так как все вроде бы было у нее хорошо, и по анализам, и по самочувствию, мы приняли решение, что в принципе можно ее вакцинировать. Лидия Семеновна всегда следила за своим здоровьем, ходила на диспансеризации, делала необходимые прививки. Сейчас она живет вместе с дочкой, с зятем и двумя внуками-школьниками. Прививаться, говорит, решили все вместе. У меня семья. Я ради семьи готова все сделать. Так же, как делаю для своих подруг, когда была молодая. После прививки Лидия Семеновна чувствует себя хорошо. Она не только рассказала нам о себе, но и спела. Петь она очень любит. Будем обязательно следить за ее здоровьем дальше, звонить, узнавать, смотреть. Ну вот и полчаса прошло, все, слава богу, все хорошо. Лидия Семеновна родилась в Курской области. На работу в Москву устраиваться на Аткадский отделочный комбинат приехала в конце 40-х прошлого века. Там на жаккардовой машине отработала 35 лет до самой пенсии. Четыре станка. Каждый станок в ширину побольше двух метров и в высоту около трех метров. Она стала одной из 60 жителей поселка Развилка, которым в этот день в местной амбулатории выездная бригада сделала прививку от коронавируса. Еще к одной лежачей пациентке медики отправились на дом. Постоянный же пункт вакцинации для жителей Развилки развернут в участковой больнице в Молокове. Там уже сделали прививку более 800 человек. Екатерина Борисова, Сергей Ларин, Екатерина Давлятова, Видное ТВ.